Конференция под названием «Социальные, психологические и нейрокогнитивные проблемы в детской онкологии» проходила 28 и 29 октября на базе Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москве под эгидой Национального общества детских гематологов и онкологов. Научная программа конференции была посвящена обсуждению отдаленных результатов лечения медицинских, психологических, нейрокогнитивных и социальных проблем у детей с гематологическими и онкологическими заболеваниями. Необходимость в профессиональном обсуждении этих проблем связана с тем, что в последние годы существенно до 80% повысилась выживаемость детей с онкологическими заболеваниями. Программа реабилитации второго этапа лечения таких пациентов была разработана Национальным обществом детских гематологов и онкологов и вступила в действие в специальном реабилитационном стационаре. Длительный период лечения и наблюдения у детей остановит их развитие. Ребенок не может вернуться в школу, он не может догнать своих сверстников, он досоциализирован. Семья расстроена, потому что в этой семье социально появился пациент, у которого была и существует отдаленная угроза смерти. Это накладывает определенные отпечаток, в рамках которых на межнициплинарном поле врачи и специалисты в области физической реабилитации, нейрокогнитивной реабилитации, реабилитации социальной, академической и других видов оказывают свое воздействие на то, чтобы сохранить индивидуальную траекторию развития у ребенка. Именно поэтому мы реализовали в течение последних трех лет серьезный очень план на государственном уровне. Мы ввели слово «реабилитация» в аналы медицинской деятельности, в законодательные акты, приказы, в соответствующие порядке оказания помощи репутационной. Для нас, тех, кто работает с детьми, очень важно было, чтобы мама или кто-то из ближайших родственников хотелось вместе с ребенком и был обучен основам репутационного режима. Комплексную реабилитацию дети с онкологическими заболеваниями получают в лечебно-реабилитационном научном центре «Русское поле» в Чеховском районе Московской области. Реабилитационный центр рассчитан на 200 мест. В него входят 5 клинических отделений, и он имеет обширную санитарно-курортную инфраструктуру. Отрабатываются абсолютно новые, еще ранее никогда не применявшиеся технологии. Скажем, 100% наших бывших пациентов имеют проблемы нейрокогнитивного плана. Ни технологий диагностики, ни тем более технологий реабилитации в этой области у пациентов, перенесших рак, не было. И сейчас вот эти все технологии разрабатываются применительно к нашим пациентам. И мы видим положительные результаты. У деток улучшается память, улучшается внимание, улучшается реакция, и это документируется. В отдельных случаях мы можем добиться улучшения этих функций до 30%. Лечение детей с онкологическими заболеваниями затрагивает многие органы и системы. А самой чувствительной тканью к метаболическим нарушениям и лучевой терапии является ткань мозга, что проявляется в когнитивных нарушениях. Мозг – это многоэтажная система, достаточно сложная, и пытаясь восстановить интеллектуальную деятельность или пытаясь, скажем, восстановить школьную успешность, восстановить речь. Не занимаясь какими-то базовыми функциями, успеха достичь невозможно, достаточно быстро возникает плата. И вот для того, чтобы решить эту проблему, мы занимаемся диагностикой базовых нейрокогнитивных функций и смотрим возможности ребенка на разных этапах. И вот когда мы занимаемся комплексной реабилитацией, стимулируя мозг, тренируя мозг на самых разных уровнях, на разных этажах, мы получаем значительно более высокий и интересный эффект. В ходе конференции были представлены технологии этапной реабилитации, а также проведены мастер-классы по организации нутритивной, нейрокогнитивной, физической, психологической, академической и социальной реабилитации детей с онкологическими заболеваниями.